Сегодня вебинар будет построен примерно как реальное занятие в отусе, с некоторыми, возможно, упрощениями. Основная цель на сегодня – это познакомиться с микроконтроллерами и, в принципе, какая цель этого вебинара – это рассказать про программирование на языке C. Это в преддверии нашего запуска очередного потока курса по программированию на языке C. Возможно, многие из вас знают, что язык C все так же популярен, как бы его ни пытались хоронить, он пока что еще живет. Вот. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чатик, какой у вас опыт с языком C. То есть, если у вас хороший опыт, ну давайте так, по шкале от 0 до 5. Ну, кто-то с ним сталкивался, возможно, что-то видел, что-то читал, кто-то его хорошо знает. Так, я смотрю, ага, кто-то написал четверочку, то есть довольно неплохо знает, отлично. Четверочка, троечка, троечка, четверочка. Это по пятибалльной шкале, правильно? То есть, я так понимаю, здесь есть достаточно людей, которые неплохо владеют языком C. Хорошо. Вот я вижу сейчас у нас 11 участников. Я вас попрошу написать в чат примерной области, чем вы занимаетесь. Буквально там в одно предложение, кратенько. Мне интересно посмотреть, откуда все-таки люди пришли на вебинар. Так, а пока я сделаю демонстрацию экрана. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, вам хорошо видна моя презентация. Если есть какие-то проблемы с отображением, напишите, пожалуйста, в чат. Так, вижу ваши ответы. PLC-система, IT-директор, инженер по автоматизации, Embedded Developer, ARM Linux Embedded. Пишу по Texas Instruments. По Texas Instruments имеются в виду микроконтроллеры или сигнальные процессоры? Ну, в принципе, очень такой интересный у всех опыт. Возможно, для некоторых из вас данное занятие будет, скажем, достаточно простым, потому что цель ознакомить с программированием микроконтроллеров и показать, что это легко и просто, и, в принципе, тут особо нечего бояться. Ага, TMS-320, то есть сигнальный процессор. Хорошо, перейдем непосредственно к рассмотрению материала. То есть, как правило, вот каждое занятие мы ставим определенные цели. Эти цели мы планируем достигнуть к концу занятия. В принципе, на нашем курсе достаточно много практики и домашних заданий. Ну, примерно каждые две недели появляются домашние задания. Причем, каждое домашнее задание – это небольшой мини-проект такой. Ну, лично, на мой взгляд, наш курс довольно сбалансированный получился. И мы тратим достаточно мало время на какие-то такие поверхностные темы. То есть, в основном, это рассмотрение каких-то прикладных вещей. Конкретно программированию микроконтроллеров у нас отводится три занятия из всех остальных. И на этих трех занятиях мы рассматриваем самые основы программирования микроконтроллеров. Конечно же, мы начинаем с ардуинки и серии микроконтроллеров AVR от Mega 328. То есть, выбор такой сделан, естественно, благодаря тому, что Ардуино позволило снизить, значительно снизить порог входа в мир программирования микроконтроллеров. Почему микроконтроллеры и насколько актуальна эта тема, я думаю, многие из вас знают. Вот кратко лишь упомяну о том, что мир embedded устройств, он развивается очень сильно сейчас. И условно лет через 10 вот тот самый IoT, интернет вещей, умный дом, умное производство, все системы автоматизации, они уже непосредственно будут внедрены во многие сферы нашей жизни или активно внедрятся. Да, сейчас мы как раз таки находимся в начале вот этого большого пути, вот этого мира embedded. Что такое микроконтроллер? Микроконтроллер, по сути, это маленький компьютер в корпусе одной микросхемы. Естественно, он обладает весьма примитивным функционалом, однако он также обладает определенными функциями, которые не присущи большинству микропроцессоров. Мы в дальнейшем посмотрим на сравнение микропроцессоров и микроконтроллеров. Кратко можно характеризовать микроконтроллер так. Это некое электронно-вычислительное устройство, которое выполняет определенный программный код, которое включает в себя арифметико-логическое устройство, естественно, блок памяти программ, блок статической оперативной памяти, как правило. Блок памяти данных часто есть, не всегда. Контроллеры прерываний бывают, как правило, контроллеры ввода-вывода есть. Ну, не как правило, они всегда есть в том или ином виде. Шины, программ данных, таймеры. Вот дальше перечисляются так называемые периферийные устройства. То есть это какие-то небольшие модульки, которые наделяют микроконтроллер дополнительным функционалом, облегчающим его взаимодействие с внешней средой. Например, это различные коммуникационные интерфейсы, такие как UART. Это, можно сказать, аналог того самого комп-порта в компьютерах, если не углубляться в детали. SPI, E2C, CAN, USB, Ethernet и так далее. Если мы будем говорить про современные, скажем, достаточно скоростные устройства, то там будет множество других скоростных интерфейсов также. Часто присутствует аналого-цифровой преобразователь или цифроаналоговый преобразователь, вот, кстати, которые почти всегда отсутствуют в микропроцессорах, на которых работают наши ПК и телефоны и остальные гаджеты. Чем же все-таки отличается микроконтроллер от микропроцессора? Можно пояснить примерно следующими словами. Коллеги, я надеюсь, хорошо видны слайды. То есть, если вдруг мелкий шрифт, напишите, пожалуйста. Микроконтроллер и все, что с ним связано, отображено с левой стороны, так называемой MCU, в противовес микропроцессору CPU. Микроконтроллеры выполняют весьма простой код, в отличие от микропроцессоров, потому что микропроцессоры, они, как правило, на сегодняшний день выполняют огромный код, связанный с обслуживанием самой операционной системы, различных драйверов, сервисов, служб, которые, в свою очередь, обслуживают выполнение пользовательских программ. Ну, микроконтроллер выполняет какую-то небольшую прошивку. Эта прошивка часто имеет размер, там, условно, от одного килобайта до примерно одного мегабайта. Ну, так, если взять, наверное, наиболее такие используемые устройства. Ну, может быть, больше, чем, может, несколько мегабайт, скажем так. Микроконтроллер, он имеет встроенную память, как правило, в отличие от микропроцессора, у которого память всегда внешняя, да, она как-то подключена через чипсет, там. В микроконтроллере мы имеем память, то есть, условно, от одного килобайта до примерно одного, или, скажем так, единиц мегабайта. Как правило, это встроенная память. Хотя во многих микроконтроллерах есть возможность подключать и внешнюю память. Микроконтроллер имеет богатую периферию, в отличие от микропроцессора. То есть, периферии я уже частично перечислял. Скажу, что большинство из этих периферий часто отсутствует в микропроцессорах, потому что это не задача микропроцессора. Чтобы понимать, почему так, нужно взглянуть на функции, которые выполняют микроконтроллер и микропроцессор. Функции микропроцессора – это наиболее оптимально выполнять программный код. Программный код нам позволяет, по сути, делать автоматизацию. То есть, если раньше автоматизация делалась на уровне электронных схем, собственно, почему появились микропроцессоры и микроконтроллеры? Потому что переделка электронных схем или разработка каких-то сложных схем занимает достаточно много времени и сил. Соответственно, переработка программного кода и написание программного кода значительно упрощает и облегчает этот процесс. Соответственно, в отличие от микропроцессора, который выполняет программный код и делает это каким-то достаточно хорошим, эффективным образом, микроконтроллер должен не только выполнять программный код, но и обрабатывать данные, приходящие из внешнего мира, и отправлять данные обратно во внешний мир, чем не занимается микропроцессор. Микропроцессор, как правило, взаимодействует лишь с чипсетом, с материнской платой, всем, что его окружает. Вот сама материнская плата занимается обслуживанием микропроцессора, подготавливает для него данные, обрабатывает данные, получаемые от микропроцессора. Микроконтроллер часто может все делать сам, хотя, конечно, определенное взаимодействие с материнской платой у микроконтроллера присутствует. Микроконтроллеры потребляют достаточно малой энергии, часто микроконтроллеры могут работать от аккумулятора несколько лет. Ну, скажем так, если микроконтроллер почти никогда не работает, то есть какие-то охранные системы, такое бывает. Работа с цифровыми и аналоговыми сигналами, в отличие от микропроцессора, который не умеет работать с аналоговыми сигналами. То есть микропроцессоры работают только с цифровыми сигналами. Хорошо. Что у нас еще есть? С точки зрения программиста, да, как мы смотрим на микроконтроллеры и микропроцессоры? Микроконтроллеры, значит, выполняют у нас одну программу, это прошивка. Даже если мы говорим про так называемые операционные системы, то все равно часто вот все это выполняется вместе и сама операционная система и наши задачи, в отличие от микропроцессора, в котором есть так называемое вот разделение на уровень ядра и пользовательский уровень, да. То есть зеро ринг, там, то есть разные вот эти кольца защиты, да, которые были построены, ну, сейчас только едва осталось вправду. То есть пользовательский уровень и уровень ядра. Хорошо. Среда выполнения в микроконтроллерах, ну, она одна. Важный момент, который отсюда следует, очень легко сломать программу. То есть в отличие от микропроцессоров, где повесить всю систему, находясь в пользовательском приложении, достаточно сложно, реально сложно, то вот повесить всю прошивку неверной командой очень легко. Вот поэтому приходится максимально внимательно разрабатывать прошивки на микроконтроллеры, в отличие от микропроцессоров, естественно. В микроконтроллерах не существует понятия пользователей, да, среда одна, все принадлежит всему общему коду. В микроконтроллерах низкий уровень защиты от сбоев, нету каких-то сервисов, которые следят за обращением к памяти, за делением на ноль и так далее. Все мы тут должны делать ручками. Также мы имеем полный доступ ко всем ресурсам абсолютно, что также повышает вероятность каких-то сбоев. И, как в принципе это уже стало ясно, ресурсов у микроконтроллера достаточно немного. Возможно, кто-то из вас будет удивлен, да, тем, как мало памяти в микроконтроллерах, то есть часто это десятки, сотни килобайт памяти всего лишь. Но вот всего лишь такого небольшого размера часто достаточно для каких-то таких, ну, скажем так, необходимых задач, да, которые ставятся перед микроконтроллером. В принципе, вот наш микроконтроллер, который мы рассматриваем от Mega 328, он имеет на борту 32 килобайта памяти, но в отличие от программирования под ПК, да, где минимальная программа там собирается условно сразу 8 килобайт, которая почти ничего не делает, а здесь все-таки минимальная прошивка, ну, будет весить там условно, наверное, сотни байт всего лишь. Поэтому 32 килобайта это не так уж и мало. Например, на этом микроконтроллере построен автопилот для беспилотников, так называемый ArduPilot, да, ArduPilot, который поддерживает очень многие функции, то есть там и Калмановская фильтрация реализована, множество-многость разных фильтров, модули управления сделаны, так что этот микроконтроллер много чего, в принципе, позволяет делать. Микроконтроллеры в картинках, да, как они выглядят, то есть, ну, это просто микросхемки такие различные. Микросхемки. Надо понимать, что существует еще одно важное отличие между микроконтроллерами и микропроцессорами. Это тип архитектуры. В микропроцессорах, то есть, когда мы программируем под обычными ПК, мы, как правило, находимся в пределах фонемоновской архитектуры. Это означает, что код и данные программы находятся в одной области адресации. В микроконтроллерах часто бывает другая архитектура, гарвардская, в которой код и данные имеют отдельные области адресации. То есть, грубо говоря, можно сказать, что мы можем вот гипотетически считывать код и данные одновременно по разным шинам данных. Это не всегда так, не всегда шины позволяют такое делать, но гипотетически у нас есть такая возможность. Все уже зависит от конкретной реализации, конкретной архитектуры. Наиболее распространенные микроконтроллеры на сегодняшний день, ну, надо сказать, их достаточно уже много стало распространенным. Но если на уровне архитектур говорить, наверное, это будут семейства 8051, так называемое, 51-е семейство, серия PIC, серия VR, которую мы рассматриваем, серия ARN. Существуют также другие, а сейчас и китайские появляются, различные ядра. Есть вот Access Instruments в своей версии, есть даже в России свои версии. В России, как же они называются, не помню, вылетело из головы название, в общем, есть желание, можно загуглить. Значит, 51-я серия, она довольно-таки популярная, известная, но сейчас все-таки выходит из употребления. И вот система команд у этой серии, да, частично перекочевала в AVR, то есть она, ну, как бы, во многом похожа. Значит, AVR микроконтроллеры имеют 8-битное ядро в основном. ARN микроконтроллеры имеют 32-битное ядро, даже 64-битное ядро. По функционалу, вот ARN микроконтроллеры, то есть микроконтроллеры с ARN-ядром, как правило, имеют наибольший функционал. Да, как говорят в профессиональных кругах, наиболее нафаршированные, да, куча фарша в них. Значит, скорость выполнения также у команд в ARN-ядре достаточно высокая. Часто это один такт на инструкцию, даже с какими-то специализированными инструкциями. Что еще интересного? Ну, есть такое разделение на риск, тиск, ядро, да. Мы в это не будем углубляться, поясню лишь, так как это иногда всплывает даже при программировании не микроконтроллеров. То есть вот риск, ядро. Что это такое? Это когда у нас имеется достаточно простая система команд. Команд, как правило, много, и они достаточно простые. Что значит простая команда? Это, например, переслать данные из одного места в другое. То есть из памяти в регистр процессора, из регистр в память и так далее. Например, сложить два числа, которые находятся в регистрах. Есть даже более простые вещи, когда мы, ну, как правило, в современных архитектурах уже таких команд, наверное, не осталось. Когда там управление идет прямо на уровне селектора. Подключить такую-то шину на такие-то гейты. То есть вот, это простые команды. Киск, система команд, в которой, в частности, работают ПКшки наши, это такая комплекс, сложная система команд. Как правило, там все инструкции состоят из множества мелких инструкций. Это позволяет сделать систему команд не такой раздутой. Достаточно мало команд получается. Вот, за счет того, что они достаточно универсально становятся. Я имею в виду мало команд, в принципе, вот в языке ассемблера. Размер кода, то есть это не влияет на размер кода. Размер кода может быть большой, может быть небольшой. То есть есть косвенная связь, но прямой связи нет. Правда, вот это комплекс, сложная архитектура. У нее есть бонус. Она позволяет гибко модифицировать систему команд и ядро, как бы почти независимо друг от друга. По мере развития ряда вот этих микроконтроллеров. И развития самой архитектуры. То есть здесь есть свой плюс. Так. Что еще тут можно сказать? Посмотрю на ваши комментарии. Вопрос. А почему память для программ называется флэш? Хороший вопрос. Ну, так ее назвали. Вы можете в интернете посмотреть расшифровку этой надписи. Дело в том, что эта память программируется электрически. Когда-то была не флэш-память, когда-то были ленты, карты, ферритовая память. Потом появилась память промпамять, да, которая зашивалась на заводе пром, е-пром. То есть там развитие вот этой памяти было, которая уже была электронная. То есть на кристалле выполнена, но она была только для чтения, например. Потом сделали память, которую можно было засвечивать специальной такой лампой ультрафиолетовой, очищать и перепрограммировать. Потом появилась память, которая электрически стираемая была. Это, кажется, е-пром она называется. И вот современная память, она чисто электронная. Она электронно стирается, электронно прошивается, электронно читается. Ну, скажем так, общая суть такая. Но в деталях, как бы на физическом уровне, эта память реализована на таких, скажем, полутранзисторных ячейках, прям в кристалле. Вопрос. Рискви надо добавить, все-таки популярность набирать. Да, это так. Рискви действительно набирает популярность. Особенно, когда произошла вот эта ситуация в последние годы, что стало не хватать. Производителей, микропроцессоров, микроконтроллеров, вот эти вот все дела с лицензионными проблемами, да. Конечно, Рискви набирает популярность. Но на данный момент Рискви все еще, ну скажем, не так доступна, как вот эти микроконтроллеры, да. А с другой стороны, Рискви это все-таки система, она задумывается больше как микропроцессорная, да. Хотя, что это будет по факту, зависит, конечно, от производителя. То есть, если он помимо самого ядра обвесит множество периферий, да, сделает некое такое подобие сигнального процессора, где будет и достаточно мощное вычислительное ядро, и множество периферийных блоков. Это, конечно, будет здорово. Но вряд ли в ближайшее время такие девайсы будут по достаточно такой доступной цене, представленной на рынке. СТМ-32 на них базируются. Есть СТМ-32 по 8 рублей, а чипы за штуку и по 100 за кит. Да, но СТМ-32 мы рассматриваем как СТМ-32 на ARM-ядре в основном, да. Вот, то есть популярные системы на данный момент такие. Возможно, набирают популярность другие системы, да. Я с этим спорить не буду, вот. Здесь я привел, ну, на мой взгляд, наиболее такие частые вещи, которые можно встретить под рукой. На каких-то платах найти, там, не знаю, в приемниках, там, где-то выдрать, посмотреть, какие там микросхемы стоят. Что-то условно такое. Ну, и, соответственно, стоимость на рынке, да, или где-то в магазине, или при заказе с Китая. Отладочные платы. Это вообще одна из таких крутейших вещь. Часто, вот, множество людей отпугивалось именно вот при взгляде на то, как выполнены эти девайсы, да. То есть компьютер, у нас есть клавиатура, мышка. Мы, там, взяли в дисковой диск, ставили, подключили USB-флешку, программируем, все хорошо, все на месте. Но вот эти штуки надо было паять часто, да. Особенно, там, где-то в нулевых. Финансовые проблемы. Тяжело было достать отладочные платы. Многие ребята, кто вникал в микроконтроллеры, они начинали именно с покупки самого чипа, самой микросхемки, да, вот. Так вот они выглядели, такие вот. Были здоровые. Тут у меня и маленькие есть. Сами их распаивали, и, конечно, вот это пугало многих. Высокий порог входа был, да. Но на самом деле производители это все прекрасно понимают, и они поставляют такие микроконтроллеры в оценочных платах или отладочных платах, да. Что это такое? Это, можно сказать, материнская плата, на которой находится сам микроконтроллер. Находится так называемая его обвязка, да, то есть необходимый набор деталей, которые обеспечивают ту или иную функциональность. Как правило, множество штырьков, то есть выводов выведено наружу для подключения пользовательских каких-то девайсов, да. Существуют какие-то кнопочки, лампочки, там, светодиоды. Часто, вот, например, мы видим справа вверху, это серия Discovery STM32, это микроконтроллер с ARM-ядром. У него часто идет там в составе и акселерометр какой-нибудь, например, гироскоп будет, микрофон может быть, выводы для звукоснимателя, там, какого-нибудь, да, с ЦАПом и так далее. Слева у нас также микроконтроллер на ARM-ядре серии STM32, но он более дешевый. Вот эта вот серия Nucleo, она достаточно популярная сейчас стала, она более дешевая, чем Discovery, потому что, ну, нету вот этих акселерометров зачастую, да, потому что, ну, они многим и не нужны, вот, и она имеет такую невысокую цену. Существует множество других отладочных плат, то есть у меня есть вот такая вот Nucleo на работе есть Discovery серия, то есть достаточно простые, у которых вот чисто микроконтроллер, который можно поюзать. Какие у нас еще бывают, то есть бывают вот такие вещи, это у меня работает размытие экрана, да, сейчас я его отключу, чтобы показать. Вот такая отладочная плата, это уже Xilinx, это не микроконтроллер, это Lysin, то есть это такая микросхема, в которой программируется сама логика, позволяет максимально быстро обрабатывать сигналы. Хорошо. Существуют такие маленькие платки, которые вы можете заказать с Китая всего лишь там за 2-3 доллара, вот. Существуют такие платки, которые имеют на борту приемопередатчик, вот вы видите такую антенну в виде змейки, они достаточно маленькие, вот видно с размер ногтя примерно, то есть и такие вещи можно встраивать, ну, много куда. Существуют приемопередатчики условно раза в 4 меньше, да, чем этот. В принципе, то есть можно сделать какие-то крутые штуки, очень миниатюрные при этом. Александр пишет. Всем привет. Привет, Александр. Так, ну вот здесь уже мы видим конкретно платы, посвященные Ардуино, да, это всевозможные девайсы, как правило, построенные на базе от Мега 328, да, но есть какие-то более навороченные вещи, например, внизу справа это серия Ардуино, да, и кажется, она называется, то есть в которой находится на самом деле ARM-ядро, то есть не AVR-ка, то есть это AVR, но там другое ядро. А ARM на самом деле это такая компания, у которой есть только свое ядро, ну я имею в виду, то есть интеллектуальный ресурс, нету физического ядра. И они вот эту технологию саму продают другим, ну точнее лицензируют, да, не продают совсем, лицензируют. Другие производители уже производят какие-то свои микроконтроллеры с этим ядром. В том числе вот у фирмы Atmel есть микроконтроллер с ARM-ядром. Вот проект Ардуино. Что это за проект такой? Ну, во-первых, это плата, которую я уже показал. Это сама среда разработки, и это такой фреймворк, то есть множество функций, которые позволяют управлять различными девайсами, различными подключаемыми устройствами. Ну, это по типу, как в любом языке, программирования, да, есть какая-то библиотечка, которая отвечает за взаимодействие там с файловой системой, за взаимодействие с сетью, за взаимодействие с базами данных, да, и все это разные функции. И нам не надо вникать в детали. Здесь тоже самое реализовано. Мы берем Ардуинку, то есть вот она примерно вот так вот выглядит. Ну, это маленькая Ардуинка, да, Ардуино на... У нее есть какие-то выводы, штыречки. Мы к этим выводам подключаем любой девайс. Вот, например, такой вот датчик. Это датчик температуры, влажности, может, еще что-то там. Ну, температуру и влажность он точно измеряет. Подключаем их по схеме из интернета, просто открываем Ардуино, находим там соответствующий скетч, так называемый, да, это заготовка кода, который использует там какие-то функции, да, то есть есть скетч там для сервопривода, для шагового двигателя, для вот такого вот датчика, для множества других датчиков, для дисплеев. Просто нужно, мы выбираем, настраиваем порты, к которым подключен датчик, и просто работаем. Потом мы выдираем этот код, оформляем, скажем, в наш код. Если надо, оптимизируем его, и фактически таким образом мы собираем готовое устройство не за месяц, а там за 2-3 дня. То, что раньше надо было, не знаю, инженеру много в общем времени на это потратить. Почему? Потому что код нам, вот этот специфический, да, для работы с конкретными устройствами не надо часто писать самим, он есть готовый. Это экономит массу времени. Это первое. Второе. У нас максимально простое подключение к устройству. Не надо, как раньше это надо было делать, программаторы заводить, да, то есть вот эти же самые ардуинки, точнее микроконтроллеры, которые тут используются, да, раньше программировали специальными программаторами. Вот как бы покупной, коммерческий у меня на работе, а вот дома у меня остался под рукой вот такой вот старенький, который я когда-то делал сам. То есть вот эту вот приблуду надо было подключать к компьютеру, подключать к микроконтроллеру и только так программировать микроконтроллер. Что, опять же, повышало порог входа. Сейчас это значительно проще. Мы подключаем просто по microUSB, но в данном случае вот это вот подключается по мини-USB, да, коннектору. И все, мы ее программируем. Там внутри находится загрузчик. Вот. Все спокойно программируется. И прямо вот эту вот вещь с нужными датчиками, там, девайсами мы можем поместить в какой-то бокс, в какую-то коробочку, вот, и сделать, можно сказать, законченное устройство. На данный момент существует до сих пор такое предвзятое мнение, что Arduino это фу, Arduino это для слабаков, она ничего серьезного не позволяет делать. Ребята, скажу, что это неправда. Это, конечно, не безосновательные заявления. Действительно, Arduino, она делает сильно неоптимальный код, который медленный, который занимает очень много места. Вот. Но это никогда не было задачей Arduino делать хороший код, готовить для микроконтроллеров. Задача Arduino главная была снизить порог вхождения для программистов в мир микроконтроллеров, и не только программистов. И она прекрасно выполнила эту задачу. На все сто и даже больше. И что теперь мы делаем? Мы берем эту Arduino, используем в любом проекте, если скорости обработки хватает, и памяти, мы ее можем так и оставить, и в этом ничего плохого нету. Если нам не хватает скорости, мы берем ту же самую Arduino и используем не функции из встроенной вот этой вот системы, а пишем свои функции. Естественно, мы получаем настолько же оптимальный код, насколько мы получили бы код, используя какие-то специализированные среды разработки. Разницы никакой. Если нам и дальше не хватит, скажем, там, размера памяти или быстродействия, мы либо покупаем другой модуль, либо там начинаем возвращаться с языком ассемблера, какими-то трюками программными и так далее. Хорошо. Да, надо еще добавить, что в Arduino используется свой язык программирования. Это язык, почти полный клон языка C с элементами языка C++. То есть там имеются классы, некоторые средства из C++, но в большей степени это язык C, так называемый язык wiring. Про минусы, в принципе, я уже рассказал. Можно по вот этой ссылочке перейти и посмотреть описание того самого языка. Да, в принципе, то есть, если интересно, я скину это. А, в чат я не могу скидывать. Ну ладно. Я думаю, при желании вы и сами сможете найти, да, перейдя по ссылке на Arduino. Платы Arduino, в принципе, вот эти вот все отличаются, если не брать какие-то специфические, то они отличаются в основном размерами и объемом памяти. Вот Arduino Mega, это, по сути, то же самое ядро, чуть-чуть больше периферии, и памяти у него не 32 килобайта, а 256 килобайт, например. Вот. Что такое плата Arduino? В данном случае представлена Arduino Uno, а конкретно такой китайский клон. Почему китайский? Потому что чаще все-таки можно встретить именно китайские вот эти платы. Что мы тут видим? Во-первых, по центру у нас микроконтроллер, да, возле микроконтроллера у нас есть. Так, вот, задающий резонатор, да, как правило, он идет там на 8, 16, 12 МГц, иногда на 20. Сам микроконтроллер питается напряжением 5 вольт, то есть рядом где-то есть блок, который позволяет сформировать такое напряжение. Нам не обязательно питать его от отдельного блока питания, он прекрасно питается от USB, да, но если мы подключаем какую-то серьезную нагрузку, там мощные светодиоды, сервоприводы, двигатели какие-то, насосы, то, конечно, стоит использовать внешний блок питания. Значит, сам микроконтроллер программируется по интерфейсу SPI, мы в дальнейшем поговорим об этом, но для упрощения есть возможность программировать через USB. Как это делается? Тут существует такой мост, который преобразует поток USB в в UART. То есть условно, что такое UART? UART это интерфейс для создания таких вот терминалов, то есть есть один поток или одна шина на передачу данных и одна на прием. И, как правило, обмен происходит в таком текстовом режиме, но это не обязательно. Я имею в виду традиционно это было так сделано. И, соответственно, сейчас мы можем передавать прошивку на микроконтроллер таким образом. Вот. Из ключевого, что еще здесь есть, это различные сигнализирующие светодиоды, ну, в частности, чтобы знать, что есть питание, какой-то пользовательский светодиод, буквой L обозначен, и два светодиода на приемпередачу данных. Также важно это то, что имеются выводы каких-то внутренних модулей микроконтроллера наружу. То есть с этим можно играться, как-то их использовать. Тут представлена распиновка микроконтроллера. Вот многие путаются с этой распиновкой, особенно в самом начале. сейчас я попробую как бы более так наглядно объяснить. В принципе, в принципе, мы здесь видим названия различных модулей. То есть если мы посмотрим, то вот на белом фоне, в белых таких кубиках отражены названия, там OC, CLK0, AIN1, T1, T0, это, собственно, вот те самые периферийные модули. В частности, OC – это вывод таймера, IN или вот INT, ну, например, PCINT, это вывод модуля прерываний внешних. То есть на данном этапе не обязательно все это знать, более того, это не нужно знать. То есть по мере изучения микроконтроллеров вам нужно будет использовать какие-то периферийные модули, например, модуль АЦП, аналога цифрового преобразователя. Вы тогда лезете в документацию, читаете об этом, благо на просторах интернета очень много материала сейчас, в том числе на русском языке, очень подробно расписанного, разжеванного, да, вот, и со временем мы просто привыкаем и понимаем, где какие модули. Однако лишь тут вот бывает небольшая путаница с вот этой нумерацией. Мы видим, что есть нумерация на плате 0, 1, 2, 3, 4, 5, на голубом вот этом фоне платы самой. Эта нумерация, вообще говоря, не имеет ничего общего с распиновкой самого микроконтроллера. Это надо понимать. То есть, есть распиновка платы, а есть распиновка микроконтроллер. И если мы откроем документацию на микроконтроллер, там будет именно распиновка микроконтроллера. И вот мы здесь видим, что вот эти 0.1.2.3, которые на плате, они продублированы в прямоугольничках. Конкретно розовый. 0.1.2.3. И сбоку мы видим сноска вот этой легенды. Розовым это IDE. Ну, как раз та самая Arduino. Вот эти именно цифры мы будем использовать в Arduino IDE, когда будем завязывать конкретный вывод вот этой платы на какой-то функционал. Вывод цифровой информации, вывод аналоговой информации, вход какой-то, считывание. Мы вот эти розовые циферки должны будем прописывать. Точнее, цифры в розовом фоне. Но, если мы говорим про сам микроконтроллер, и мы, например, документацию на микроконтроллер читаем, то надо будет смотреть на пины, на выводы, на цифры, которые на темно-сером фоне. В легенде, в сноске, они таки подписаны. Physical pin. Кроме того, есть еще желтые пины. Это так называемые выводы, так называемого порта водовывода. Это порт, через который происходит взаимодействие микроконтроллера с окружающим миром. Вот. То есть, выводы на желтом фоне. Ну, вот эти вот выводы, они сгруппированы по восемь штук. Вот в одном порту находятся восемь выводов. Это очень удобно, потому что ядро микроконтроллера восьмибитное. Соответственно, когда мы пишем минимальную единицу информации, да, это будет... Коллеги, какая минимальная единица информации? Как вы считаете? Вопрос на засыпку. Если восьмибитное ядро у нас минимальная единица информации, которую мы можем записать или считать, какая? Байт. Вот Александр правильно ответил, да. Часто считается, что минимальная единица информации бит, но это лишь, скажем так, в информатике так, да, или в математике. Это действительно так. Но физически мы не имеем возможности писать один бит или байт. Мы сначала читаем целиком байт или записываем байт, да, а потом, если надо вычленить, например, бит, то мы вот из считанного байта отрезаем один бит путем сдвига каких-то побитовых операций. Правда, есть в некоторых архитектурах специальные команды машинные, которые читают конкретные биты, но это управляющие команды, как правило. Например, которые читают бит флагового регистра и делают соответствующий переход туда-сюда. Так, ну, это, наверное, вот основное. Вопрос. Для АВР поддерживается C++ 11 стандарта и некоторые фишки из более высокого, но нет стандартных библиотек STL. Понимаете, какая тут проблемка. STL, он завязан на возможности языка, например, C++ стандарта 11, да, если мы говорим про стандарт 11, ну, вот, как вы написали, но там очень часто используется, ну, вот, во-первых, если мы откроем документацию, да, там какие-то функции бросают исключения. Там существует библиотека, ну, мы назовем ее стандартных контейнеров, да, то есть векторы и так далее, для которых выделение памяти происходит динамически. Там существует множество других вещей, вот. На самом деле, ну, если задаться желанием, это, наверное, не проблема все это портировать, вопрос, насколько это актуально будет, насколько это актуально, то есть, если мы имеем вектор, в котором память не выделяется динамически, а задается статически, тогда в чем отличие от обычного массива будет? Как бы, например, со списками, там, мапами ситуация, конечно, более лучше, конечно, да, действительно, они часто нужны, с одной стороны, с другой стороны, серия AVR, это такая серия невысокопроизводительных микроконтроллеров, да, то есть, как правило, в них, там, ну, на них не делают какую-то базу данных, где надо делать хеширование функций, там, лапирование какие-то сложные, да, а если где-то хеши надо сделать, то мы можем легко его сделать самостоятельно, вот, то есть, ну, сложный такой вопрос, тем более, учитывая ограниченные ресурсы микроконтроллера, то есть, это, как правило, десятки килобайт памяти, да, если делать библиотеку стандартных, вот эту STL, это же придется сделать как библиотеку, скорее всего, если мы сделаем STL и подключим к микроконтроллеру, то мы, наверное, не сможем писать код, то есть, весь STL займет всю память, скорее всего, ее придется делить на части, да, на маленькие-маленькие части, которые отдельно можно будет подключать, и вот тогда возникает вопрос, как правильно вот, реализовать эту STL, которая поддерживала бы такую модульность, причем, ну, как бы, способную, ну, сильно-сильно раздробить саму STL. Вот это вопрос. Ну, я думаю, такой вопрос хорошо бы задать тем, кто занимается разработками компиляторов или те, кто вхож в комитеты вот эти по стандартизации, да, интересно было бы спросить. Вопрос, а на каком НК можно запустить нейронную сеть? Вы можете на Хабре найти статью, где на вот этой от Мега 328 запускали нейросеть самодельную. Она, конечно, будет небольшая, невысокопроизводительная, да, но она позволит сделать какого-то несложного робота, который будет ездить, реагировать там на свет, может какие-то датчики, там типа ультразвуковой дальномер, то есть тоже получится обрабатывать. Более реальные, если мы как бы рассматриваем ситуации, нейросеть можно запустить на вот АРМ-ядре. СТМ-32 поддерживает нейросети, у них своя библиотека есть для поддержки нейросетей, но такие нейросети, они опять же там тоже имеют ограниченное применение, ну, условно в каком-нибудь магазине сделать распознавание штрих-кодов, там часто используется классический алгоритм, ну, почти всегда, да, но условно для каких-то применений кто-то может использовать и нейросети, они будут работать на таких СТМках, если мы говорим про какие-то серьезные вещи, например, обработка видеоинформации или обработка голоса, то, конечно, тут мы должны как минимум говорить про наверное АРМ такого, скажем, премиум сегмента, да, на каких-то серьезных ядрах, то есть которые не являются уже микроконтроллером, то есть скорее это микропроцессор уже всевозможные. Ну, то есть тут все зависит от задачи, если ваша задача сделать нейросеть, которая будет управлять беспилотником, то, безусловно, ее можно сделать на СТМках, да, спокойно, потому что там основная проблема обучить нейросеть, а не запустить ее. Вот, если вам нужна большая скорость обработки или большие вычисления, ну, то, скорее всего, надо переходить на микропроцессоры или специальные вот эти вот акселераторы, да, для нейросетей. Так, что еще за вопросы? Да, Александр правильно пишет, вот для нейросетей, как правило, нужна платформа с операционной системой, потому что, смотрите, на той же СТМке можно запустить нейросеть на их библиотечке, но представьте, это вам надо все вручную делать, то есть, да, мы используем библиотечные функции, там, вот эти нейроны библиотечно будут реализованы, но все равно подготовка данных, обработка, извлечение данных, много-много работы надо делать, особенно, если мы говорим про какую-нибудь обработку видео, то есть, не просто там датчиков каких-нибудь, два датчика звука, микрофона какого-нибудь, да, а вот всякие видеокамеры, это уже сложнее, нейронку можно запускать технически на любом, вопрос скорости, ну да, какой-нибудь разбери, да, разбери, это микропроцессор, это уже не микроконтроллер, он спокойно тянет различные нейронки, это обычная настольная система, по сути. Так, а не будет ли проблем с памятью флеша или оперативной памятью, скорость не так важна, точность, да, действительно, это так, тут, тут сразу много проблем возникает при запуске нейросетей, потому что нейросети, это всегда про большое потребление оперативной памяти, про, ну, размер кода, он, в принципе, тут, наверное, не сильно влияет, но это потребление оперативной памяти и вычислительных ресурсов, безусловно. Так что, ну, мы можем сделать, наверное, совокупно, может, там, тысячу нейронов на вот такой ардуинке, да, но вряд ли больше, и я имею ввиду каких-то простых нейронов, я не говорю про тысячу слоев, я говорю прям целиком отдельно только тысячу нейронов, которые, возможно, в один слой только поместятся, или там два-три слоя сделать, но какие-то простые вещи вполне могут быть обработаны, там, четыре датчика дальности, условно, или пять датчиков дальности, поставить на машинку, один вперед светит, два по бокам, два под углом, то есть пять датчиков, и сделать какую-то среду симуляции на компе, где сделать похожую машинку, сделать какие-то препятствия, собрать кучу данных синтетических, натренировать нейросеть, загрузить в Ардуино, поставить это все на робота, вот этого, на машинку, потом собрать, наверное, реальные данные, чуть-чуть подтренировать нейросеть, и в таком виде вполне вероятно она будет работать, да, но вопрос уже в архитектуре и в сложности восстановки задачи, уже все туда будет упираться, причем опять мы же Ардуино можем взять, ну, нам не обязательно завязываться на этот микроконтроллер, мы можем взять от Мега, вот это, ну, Ардуино Мега, там, 256 килобайт памяти, мы можем взять вообще на ARM ядре, там, 32-битное ядро, там, по-моему, несколько мегабайт памяти даже, или под мегабайт памяти, и достаточно большая статья, блок этой оперативной памяти, хорошо, вопрос, а какая проблема может быть с оперативной памятью, дело в том, что нейросети используют много параметров, собственно, в чем заключается смысл обучения нейросети, это получение тех самых специальных параметров внутренних слоев, на которые сигнал при прохождении домножается, складывается, как правило, один нейрон, это, или, скажем так, один слой нейронов, вот если он состоит из 10 нейронов, это 10 параметров умножения, и на каждый нейрон в последующем слое это будет еще как минимум один параметр умножения на каждый и параметр bias называется, как бы смещение, вот, и соответственно, если у вас однослойная нейросеть, с одним скрытым слоем, то у вас уже и соответственно полносвязная если нейросеть, да, например, если, ну давайте, если тысяча нейронов, да, и тысяча входов, это тысяча на тысячу, это миллион параметров, только умножение, умножение это вообще дорогая операция, то есть она делается не за один такт, а потом еще эти все параметры надо хранить, хранятся они, ну, обычно в оперативной памяти, но гипотетически можно и не в оперативной, но если мы не в оперативной храним, то сильно-сильно падает отклик, потому что надо долго читать эту память в отличие от оперативки, вот, ну, то есть если нам не в реалтайме, да, мы можем их прям записать в отдельную память, но в реалтайме, конечно, надо в оперативке хранить, а если у нас оперативки, как вот в этой, по-моему, 4 килобайта всего лишь, ну, миллион мы точно в 4 килобайта, миллион параметров не поместим, вот, при том, обратите внимание, мы сейчас говорим про миллион 8-битных параметров, да, у которых, ну, ограниченный диапазон, да, 8-битные нейросети для робототехники это норма на самом деле, да, ну, все равно, а какую модель посоветуйте и какую библиотеку, чтобы на Ардуино и ДЕ, чтобы можно было запустить, честно, не посоветую, не знаю, на Ардуино не пробовал и я бы не делал на Ардуино, ну, наверное, я бы делал, если какая-то вот прям простая-простая нейросеть, ну, условно, там, 10 нейронов каких-то, ну, почему, потому что не хочется возиться с этим кодом, он какой-то самописный будет, да, то есть, скорее всего, мы обучать будем там, в Пайтоне, там, Пайторч какой-нибудь использовать, да, и вот это вот все потом переносить на Ардуино, ну, это очень геморно, я думаю. Проще взять, наверное, ну, STM-ку, или, возможно, Raspberry Pi какую-нибудь. Но опять же, почему я так говорю, я исхожу из того, что, ну, входит в мир программирования микроконтроллеров, и начинать с нейросетей не стоит. Если вы программировали микроконтроллеры, и у вас такой спортивный интерес поднять нейросеть на Ардуинки, то, пожалуйста, конечно, это, наверное, очень достойная такая идея, я думаю. Тем более, что вы не одни такие. так. Вот тут Владимир предлагает посмотреть видео на Ютубе с заголовком I turned Linux into Jarvis. Надеюсь, это не про запуск Linux на AVR-ках. Также Владимир пишет, AVR-ки умеют в один такт умножать 8-битные числа. ARM ядра практически все умеют в один такт умножать 16-битные числа. Да, это так, сейчас это так. Старшие пик ядра имеют у себя матричные умножители, также умножаешь за один такт. За одним исключением, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, вот это вот делать умножение за два такта. В принципе, вот в дальнейшем я вас хотел познакомить с таким документом, как DataSheet, в котором находится информация о микроконтроллере. Давайте сейчас мы это сделаем. Так, как мне лучше это сделать? То есть, предположим, мы с вами только начинаем работу с микроконтроллером. Конечно, если вы никогда не открывали DataSheet, не стоит программировать микроконтроллер с изучением DataSheet. Это неправильно, потому что DataSheet это концентрированная информация о работе или построении той или иной части вот этого микроконтроллера. как это у нас будет выглядеть? Мы пишем так. DataSheet от Mega 328 по первой же ссылочке находим DataSheet. Ну вот, DataSheet у нас 294 страницы имеет. Значит, у нас есть основные фичи. Вот, прям тут приведены. вот умножение делается за два цикла. На конкретно этом микроконтроллере. На каждом микроконтроллере это может отличаться. На микроконтроллерах более младшей серии часто нету умножителя аппаратного, да, и делается это вручную. Ну, там есть серия от Tiny без умножителей. Хотя более дешевая. что отсюда можно узнать? У нас 131 какая-то мощная инструкция, 32 8-битных регистра общего назначения, все операции статические. Что это значит? Это значит, что мы можем тактировать микроконтроллер хоть пальцем, то есть подключили один раз палец, там выполнилась одна инструкция и все. И он просто стоит, ничего не делает и все в нем заморожено. И он будет так стоять до тех пор, пока мы второй такт не подадим на выполнение очередной инструкции. Это отличается от других схем, да, бывает какие-то схемы требуют синхронизации, поэтому там есть определенный диапазон частот тактирования. Но это больше, наверное, про мир микропроцессоров. Вот мы видим, что скорость работы этого микроконтроллера до 16 мегагерц, ну вообще говоря, он до 20 поддерживает работу 32 килобайта памяти для программы. 1 килобайт памяти для данных это те данные, которые будут храниться без питания, то есть между запусками. То есть это аналог флеш-памяти. Но только про флешки говорят, как правило, это когда имеют виду код, а это именно память данных. 2 килобайта оперативной памяти, вот здесь она называется SRAM, потому что она статическая, в отличие от динамической. Если кто не знает, динамическая память, она имеет цикл обновления раз в несколько миллисекунд, и во время этого цикла память заблокирована. вот соответственно статическая память обладает большим временем отклика, что ли. Правда, она и стоит дороже, и имеет большие размеры. Мы можем сто тысяч раз спокойно перезаписывать эту память, не бояться, что данные попортятся со временем. Ну и тут какие-то вещи связанные уже с периферией. два 8-битных таймера, один 16-битный какой-то счетчик, шесть каналов широтно-импульсной модуляции, которые позволяют нам получить некое подобие аналогового выхода, используя только цифровые выводы. Восьмиканальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь, различные интерфейсы ввода-вывода и так далее. Вот здесь у нас распиновка вот этих корпусов приведена, ну и дальше общая информация, какой бит для чего используется, основная архитектура и так далее. Дальше мы с вами не будем этот документ читать, нам в принципе достаточно знать, что он существует и в нем можно найти различные разделы, то есть если вдруг вам понадобится запрограммировать таймер, мы можем открыть раздел, посвященный, ну скажем, 8-битному таймеру счетчику, почитать про него, посмотреть схемку, как он устроит и дальше найти информацию о том, как он работает и как программируется. вот этих диаграмм бояться не стоит, если кто-то с этим не сталкивался никогда, они достаточно простые, но возможно в первый раз они выглядят как-то непонятно. так, хорошо, возвращаемся к нашему занятию, также я здесь привел схему вот этого китайского варианта, у меня есть не только китайский вариант, но китайский вариант часто используется, для тех, кому она пригодится, и ардуино нано, в частности я пользуюсь ардуино нано за их размер, то есть мне не нравятся большие платы ардуино уно, мне нравится ардуино нано, если мне вдруг надо поэкспериментировать, да, и нужны такие штырьки для ввода-вывода, как это вот сделано в ардуино уно, я, у меня есть вот такая макетная плата, у меня их много разных, есть маленькие, большие, здесь как бы есть соответствующие отверстия, куда просто можно подключить вот эту вот ардуинку вот таким вот способом, просто воткнуть и дальше подключать различные проводки, сейчас я уберу размытие, можно подключать соответствующие проводки, нужные пины, гнездышки и подключать разные девайсы, в частности здесь у меня еще два микроконтроллера расположены, более такой младшей серии, хорошо, тут также приведена распиновка для ардуино нано, я не буду останавливаться, смысл тот же самый, только выводов немного меньше, также есть ардуино мини, она еще меньше, чем нано, потому что у нее отсутствует USB интерфейс, конечно, чтобы ее запрограммировать, теперь нужен программатор или, что проще, просто другая ардуино, которая подключается к нужным выводам, то есть программируется один раз, потом помещается в какой-то корпус нашего девайса и используется по назначению, очень удобно, позволяет очень быстро создавать какие-то устройства, имеет небольшие размеры, так подробно не буду останавливаться на архитектуре, что-то мы рассмотрим более подробно на самом занятии, если кто-то из вас запишется к нам на курс. Прошивка микроконтроллера, сейчас мы прошиваем микроконтроллер, это делается максимально просто, то есть я сейчас открою Arduino, то есть Arduino наша запущена, вот так вот она выглядит, обратите внимание, максимально простой интерфейс, ничего личного нету. Это, конечно, проблема для более опытных разработчиков, поэтому смотрите, часто вот эту Arduino используют начинающие, более опытные разрабатывают, например, Visual Studio Code, да, еще более опытные, ну, как правило, это люди, которые уже не просто там обычные разработчики, программисты, которые профессионально занимаются разработкой под микроконтроллеры, под embed, да, они, соответственно, часто используют еще более специализированные инструменты, там, среды разработки, там, для того же Avera, это студио разработки от микрочипа, для, ну, часто используется, да, скажем так, для STM, там, то есть микроконтроллеров с ARM-ядром, это там какой-нибудь Kale, это там какие-нибудь Cube, то есть платформ достаточно уже много там становится, и тот же самый Visual Studio Code опять же остается в подсчете. Хорошо, то есть когда мы запускаем Arduino, у нас есть всего две функции, функция Setup, функция Loop. Setup, она позволяет настроить микроконтроллер перед работой, Loop будет выполнять бесконечный цикл, который не останавливается, это вот ключевое отличие микроконтроллеров от микропроцессора с точки зрения программиста, здесь нету никакой операционной системы, здесь есть только инициализация и суперцикл, из которого никогда нельзя выйти, в принципе. То есть если кто-то занимался геймдевом, тут очень все похоже на геймдев, только лишь за исключением, что из суперцикла мы никогда не выходим никуда. Есть, правда, трюк, связанный с полным сбросом микроконтроллера, иногда это применяется, но это сложно назвать выходом из цикла, это прямо полный сброс микроконтроллера. Что мы делаем дальше? Мы открываем папку со скетчем, и есть такой скетч blink, хотя вот это он у меня есть. Здесь мы делаем довольно простую вещь. Я вот этот код скопирую, и бегло пробегусь по ним. Ага, скопировал стало плохо. Ну ладно. что у нас тут происходит? В функции сетат мы выставляем режим работы вывода микроконтроллера. функция pin mode, в которую мы передаем конкретный ее вывод и режим работы вход или выход. То есть у нас есть встроенный такой марки macros LED built-in это вывод, который соответствует встроенному светодиоду на микроконтроллере. Ставим low output, то есть вывод. Будем подавать на него напряжение, низкое или высокое. Функциями digital write мы собственно на конкретный вывод подаем низкое или высокое напряжение, которое мы передаем первым аргументом конкретный вывод, вторым аргументом вот макрос поясняющий уровень напряжения. Но низкое напряжение это около нуля вольт. Высокое напряжение это напряжение близкое к источнику питания. Это если мы запитываемся 5 вольт, например питаемся стандартного блока питания или от юсб, то у нас 5 вольт будет. Соответственно функция дилей вводит задержку в 1000 миллисекунд. Давайте попробуем прошить. Что для этого нужно сделать? Я покажу мой микроконтроллер. так вот он выглядит горит только лишь светодиод питания. Дальше нам надо перейти на вкладку инструменты и выбрать плату. У меня уже выбрано Arduino Nano. Выбираем также bootloader если надо и конкретный процессор. У нас тут есть только от Mega 328. Мы можем выбрать разные вот но как правило от Mega 328. Если у вас что-то не работает имеет смысл просто поэкспериментировать повыбирать другие. Выбираем нужный порт. Вот этот порт он собственно связан с самим USB я попробую USB сериал и нажму кнопку получить информацию о плате. Если ничего не происходит то это плохо. Надо попробовать выбрать другой порт. USB сериал. Получаю информацию о плате и информация получена. Плата неизвестная но ничего страшного главное что он сочетал PID. Хорошо. Дальше мы можем собственно прошивать вот у меня тут установлен Arduino на S ASP на всякий случай. Можем проверить код компиляции успешно и зашьем его. Вы видите что мелькают светодиоды записи и пользовательский светодиод начал мигать с частотой 1 герц то есть один раз в секунду вернее с частотой 0,5 герц потому что 2 секунды уходит на 1 период. Хорошо. Что тут интересного коллеги внизу мы можем посмотреть на основную статистику по коду. Sketch использует 924 байта памяти это 3% обратите внимание вот просто помегает светодиодом аж целых 924 байта. Смотрим дальше. Глобальные переменные используют 9 байт динамической памяти. То есть вот у нас почти ничего не происходит аж целых 9 байт из 2039 используется под локальных переменной. То есть если мы смотрим в процентном соотношении то невелика потеря 3% памяти программ и 0% оперативной памяти. Но для сложных каких-то задач вот эту память очень легко забить под завязку и тогда приходится переходить на более какие-то простые самописные функции. Вот считать значения с микроконтроллером можно функцией Digital Read ну и мы на соответствующий вывод подаем высокое напряжение 5 вольт или низкое напряжение 0 вольт или около того. Не обязательно эти напряжения. он сам будет пытаться определить какое это большее напряжение то ли высокое то ли низкое. Предварительно настроив соответствующую ножку микроконтроллера как вход. Что еще хочется пояснить? Когда мы используем вот такие цифровые входы или не обязательно цифровые но мы работаем с дискретными такими событиями которые происходят в какие-то моменты времени то у нас часто возникает дребезг переключателей если мы посмотрим диаграмму на каком-нибудь осциллографе по оси абсцисс то есть по оси х отложено время а по вертикальной оси напряжение то мы увидим вот такую картиночку при переключении контактов. В таком случае ясно что у нас будут множественные срабатывания ложные срабатывания зачастую будут поэтому часто у нас даже в самых простых примерах следует использовать какие-то более навороченные алгоритмы так называемый алгоритм дебаунсинга то есть устранение дребезга это такой алгоритм когда мы делаем замеры интервала времени то есть мы ждем нажатия кнопки и когда кнопка нажата мы какое-то время просто бездействуем и не позволяем считывать значения с этого вывода после какого-то интервала мы начинаем сканировать и уже ждем скажем там отпускания кнопки вот ровно здесь реализована эта концепция к чему я клоню к тому что в микроконтроллерах все-таки нам часто приходится сталкиваться со спецификой радиоэлектроники то есть как передаются сигналы какие есть там особенности передачи сигнала где-то происходят наводки какие-то помехи пролетают и так далее где-то напряжение просаживается там из-за я не знаю когда стартует двигатель напряжение просаживается там до двух с половиной вольт и микроконтроллер вырубается но бывает такая ситуация когда микроконтроллер вырубается на минимальную просто долю секунды а при этом схема еще работает и микроконтроллер перезапускается начинает новый вывод а схема еще со старыми сигналами работает начинается какая-то проблема какие-то конфликты бывают то есть работа с микроконтроллером она бывает очень интересной и довольно нетривиальной что еще хочется сказать вот мы рассмотрели код ардуино и увидели как много он занимает в принципе байт да хотя тут ничего особо не происходит мы можем написать вот ровно то же самое просто на языке си когда мы работаем с микроконтроллерами вся вот эта вот машинерия связанная с обработкой данных она на самом деле реализуется через запись каких-то битов в какие-то регистры специальные конфигурационные или считывание определенных битов то есть в операционных системах когда нам надо что-то например данные получить с клавиатуры мы обращаемся куда мы обращаемся мы обращаемся к операционной системе то есть дергаем ее за какие-то функции здесь у нас нет операционной системы здесь как правило есть конфигурационные регистры давайте попробуем это сделать что у нас тут происходит мы настраиваем вывод соответственно где находится светодиод путем записи определенного бита в регистр DDRB регистр DDRB отвечает за весь порт который называется B то есть у нас есть порты A B C D как правило порты 8-битные 8 выводов и 8 бит мы хотим писать в вывод 5 нумерации естественно с нуля поэтому мы должны записать конкретно этот бит как мы записываем бит у нас нету в языке функции которые записывают биты в языке C но в языке C есть специальная конструкция для этого это так называемые побитовые операции мы сдвигаем единичку на 5 разрядом влево и применяем поразрядную операцию или вот поразрядная операция или если кто не знал зачем существует логическая и побитовая логическая или она типа просто сопоставляет между собой несколько логических выражений а вот побитовая или поразрядная операция или нужна для включения определенных бит а операция логическая и нужна для выключения определенных бит вот таким образом мы включаем бит номер 5 в единичку при нумерации с нуля далее мы в порт b уже записываем высокое значение напряжения на выходе мы так же само на пятое место помещаем единичку но уже в порт b то есть порт ddr у нас фактически указывают на режим работы если единичка это у нас вывод если нолик это у нас вход ddr при этом регистр порт он уже отвечает непосредственно за сами значения если мы записали единичку то на выход высокое значение пойдет если мы запишем сюда 0 то на выход низкое значение пойдет вот соответственно мы установили высокое теперь хотим записать низкое видите операция или она реагирует только на единички чтобы была реакция на 0 надо использовать операцию i которая как раз таки выключает биты то есть переводит в 0 но для этого нам надо все остальные биты сделать равными единиц кроме целевого почему потому что когда мы применим по битву операцию i у нас все остальные биты тоже могут поменяться поэтому мы там должны оставить единички чтобы ничего не тронулось вот такой вот код собственно и будет управлять микроконтроллером прошиваем и смотрим у нас 640 байт памяти это на одну треть меньше остальное остальное размер памяти ну это как бы разные приблуды связанные с языком c это инициализация это завершение это таблица векторов прерываний настройка стека то есть какая-то такая вот предварительная работа которая в принципе нужна именно для запуска самой прошивки так почитаю комментарии ардуино ида ида идва версии на вискот сделана поддерживает файлы встроенную документацию автодополнения ну да дилей не есть хорошая практика сергей верно вы заметили что дилей это практика плохая на самом деле даже не просто нехорошая но 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 именно нехорошая именно с нее часто начинает мир микроконтроллеров дело в том что дилей по сути что такое дилей функция дилей находится просто цикл for который прокручивает определенное количество итераций количество итераций вычисляется исходя из знания частоты работы ядра и вот этой вот задержки то есть фактически вот здесь вот ядром выполняет пустую операцию на репите вот это не есть хорошо то есть ничего больше в этот момент не выполняется поэтому как правило такие вещи делают через таймеры так или иначе да или используют какую-нибудь операционную систему реального времени где можно просто записать задачку и не думать о распределении вот этих интервалов времени между задачами примечание ни в коем случае не заводите вывод на вывод сожжете контроля вывод на вывод хорошо я понял о чем вы говорите давайте так надо с осторожностью переключать вывод микроконтроллера на вывод почему с осторожностью надо убедиться что там нету каких-то других скажем не знаю электронных вещей каких-то девайсов подключенных да проводки не касаются отвертка не валяется потому что когда мы переключаем микроконтроллер на вывод да может случиться так что там окажется нулевой провод например да а мы подаем высокий уровень напряжения или наоборот мы переключаем на вывод по умолчанию там действует низкий уровень напряжения а там по линии подается высокий уровень напряжения и да действительно сгорит данный порт не весь микроконтроллер конкретный порт но как бы это мы говорим про такие эксперименты да в действительности конечно часто приходится какие-то выводы настраивать прямо на выводы от этого никуда не уйти да если мы работаем с какими-то именно цифровыми выводами вручную да то есть не используя готовые коммуникационные интерфейсы а еще есть аппаратное решение избавления от дребезда но об этом в другом курсе да конечно есть примечание не стоит думать что ардуино идея работает с языком C она работает именно C++ соответственно конструкции специализированные на C не будут работать все верно Владимир да у нас ну правильно сказать это урезанный C++ потому что не все не все конструкции или концепции языка C++ обслуживаются компилятором да для ардуинки вот этой так ну да и Владимир хорошо заметил видно опытный человек что если нам надо не записывать конкретное значение в порт а просто перекидывать его из одного состояния в другое да то есть делать инверсию то есть специальные инструкции это побитовое исключающее или да с такой галочкой вот ровно для этого она и была придумана коллеги в принципе на этом материал заканчивается да у нас есть еще пару слов про отладку как осуществляется отладка вот в мире микроконтроллеров но здесь скажем так и просто и сложно одновременно да как это часто бывает просто потому что не так уж много инструментов для отладки сложно ну потому что у каждого производителя часто есть специализированные инструменты периодически возникает проблема какая-то с отладкой вот такая специфическая да но в целом можно сказать так если мы работаем с ардуино что мы можем делать во первых какие-то простые вещи мы можем просто симулировать мы можем даже открыть просто онлайн симулятор ардуино писать код даже онлайн там симуляция электронных блоков будет производиться это круто вот мы можем заиспользовать протеус такая программа для электронной симуляции правда она не дешевая есть и другие второй вариант второй вариант он более прагматичен и часто используется это отладка через юарт это тот самый добрый вот олдскульный подход который используют многие программисты да когда вот отладочные информацию уводят прямо на консоль да вместо дебага под отладчиком под дизассемблером они тупо вот скидывают лог на консоль да здесь тот же самый механизм работает но консоли встроенной нету да мы можем подключить нашу ардуино через этот же кабель USB к ардуино студию и там открыть монитор порта то есть протянуть терминал от самого микроконтроля ну прям к компьютеру и туда скидывать отладочную информацию есть так также вещь типа вот дебаг вайр или джетек но она доступна не на всех микроконтроллерах как правило используется на более навороченных да вот на простых ее часто нету это первый второй момент джейтек это все-таки надо его иметь то есть это специализированная приблуда через которую можно программировать через которую можно отлаживать через которую можно управлять микроконтроллером и не только микроконтроллером а различными частями схемы да и много чего еще можно делать но это отдельное устройство которое должно подключаться к нашему микроконтроллеру вот в частности здесь вы видите такой разъем вот тот самый джейтек разъем ну как он часто выглядит например да так домашнее задание да часто мы даем домашнее задание вот и после занятия конкретно по микроконтроллерам есть такие небольшие домашки для тех кто хочет попрактиковаться чтобы чуть-чуть закрепить знания да по поводу литературы важно также получить какой-то список литературы в принципе из литературы есть различные книги да их достаточно много вот но есть очень крутые у нас русскоязычном интернете это знаменитый такой ресурс dhole easyelectronics.ru вот с которым ну наверное многим стоит ознакомиться кто занимается микроконтроллерами точнее начинает ими заниматься ну наверное это будет моя единственная рекомендация на сегодня хорошо коллеги на этом в принципе у нас заканчивается вебинар я вас попрошу пройти по ссылочке сейчас я вам ее сброшу и попрошу ответить на пару вопросиков да для нашего сайта для онлайн образования отус по поводу этого курса возможно вы заинтересуетесь ну а пока если у вас есть вопросы пишите пожалуйста я постараюсь на них ответить шесть impossibles так у Хорошо. Хорошо. Если вопросов нету, тогда мы будем заканчивать на сегодня, коллеги. Рад, что вы присутствовали. Будем вас с удовольствием ждать на нашем курсе. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Мы с радостью пообщаемся с вами. Попробуем найти какие-то общие точки взаимодействия. Ну, а это на сегодня все. И желаю вам хорошего изучения микроконтроллеров. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok